20 минут о красивой жизни, приятных людях и интересных событиях. Это Бьюти Тайм на 31-м. Всем здравствуйте! Спонсор программы. Профилактическая терапевтическая клиника «Формула». Чемпионат по наращиванию ресниц Grand Lashes 2018 состоялся. Градус напряженности участников соответствовал количеству кубков и наград, которые подготовили организаторы. Самые яркие моменты этого красивого дня в репортаже Бьюти Тайм. Юбилей – это событие особенное. К нему обычно долго готовятся и всегда стараются всех приятно удивить. Организатор пятого турнира Grand Lashes Академия Премиум Бьюти приготовила для зрителей и участников самую масштабную за свою историю конкурсную программу. В этом году мы поделили номинацию «Объемное наращивание ресниц» и выдвинули отдельные номинации «Мега объемы». То есть все объемы, которые были до 4D – это все у нас объемное наращивание ресниц. И все, что более пятикратного увеличения в объеме – это уже мега объемное наращивание ресниц. Сейчас ни для кого не секрет, что клиентское наращивание чаще всего пользуется спросом именно мега объема. Конкурентная борьба, внимательные строгие судьи и ограниченное время выполнения задания – все это вызывает волнение у участников турнира и, безусловно, мотивирует. Первый раз участвую, волнение берет свое и оцениваю себя на тройку. Ну, не знаю, надеюсь, это просто от волнения. Хотелось бы честного судейства. Это очень приятно знать то, как меня могут оценить другие люди, профессионалы. Я очень волновалась, переживала. Только начала наращивать, тряслись руки. Потом все пришло. Подобный конкурс был у меня уже в 15-м году. То есть мы уже, в принципе, так лет 5 точно занимались этим. Тогда результата не было никакого практически. Было как, ну, четвертое место, а сейчас надеюсь на победу. Я считаю, что это одна из ступеней, которую должен перешагнуть каждый хороший мастер. Судьи Гранд Плэшес признаны и победители, и призеры специализированных конкурсов. Оценка работ участниц позволяет убедиться в компетентности ныне работающих мастеров. Я начала сразу же участвовать, как появился первый Гранд Плэшес. И вот каждый год выигрывала и доросла до судей. Все заняла призовые места, выиграла Гранд При. Мне очень нравится, что у юниоров очень хорошие работы. Когда мы начинали, у нас не такой опыт был. Намного стали мастера опытнее, профессиональнее, и работы намного лучше. Вторая часть турнира Гранд Плэшес проходила в торжественной обстановке. Мастера и их модели предстали в вечерних нарядах. Но изменилась не только форма проведения турнира, но и содержание. Самой запоминающейся номинацией стало фантазийное наращивание. Тема «Лэштар шоу двойников» открывает двери в мир селебрити и дает возможность оказаться рядом со звездами шоу-бизнеса. Наш день начался, как и вообще во всех чемпионатах, со всех форс-мажоров. По итогу мы, конечно, справились. И вот сейчас ждем с нетерпением нашего судейства и надеемся взять наши советные кубки. Забиралась сегодня полтора часа. Нагрузка слишком большая идет. Но она того стоит. Мастерство участников с каждым годом растет, а значит и судьям становится все тяжелее и тяжелее. Потому что есть уже какие-то примеры, на которые можно равняться и которые можно превосходить. Это не может не радовать. А эта номинация объединила всех специалистов индустрии красоты. Не только лэшмейкеры, но и парикмакеры, визажисты, наил-стилисты заявили о себе в форме оригинальной видеопрезентации. Я как организатор посмотрела все клипы. Исходя из этих клипов мы присудили каждому свою номинацию, каждому участнику. Ты делаешь свою визитку, представляешь себя. То есть ты раскрываешься с другой стороны. Я считаю, что это даже просто очень интересно. Визитка была напротив всех. Вообще, как бы, против мимишных инстаграм, против, там, что все у нас хорошо. Просто визитка у меня была реальной жизнью. То, что произошло в моей жизни и мои мысли. Вот это просто крик души и все. Это творческая работа. Я в этой работе вообще, скажем так, участвую первый раз. И у меня в видеоролике представлены четыре образа. Мне всегда нравится то, что всегда все сделано грамотно и красиво, хорошо и приятно. Все работы оценены по достоинству. Каждый участник получил почетный кубок и диплом, а также стал частью этого большого праздника мастерства и творчества. Вы смотрите программу Beauty Time. Продолжаем выпуск. Выбор праздничного образа – задача увлекательная, но при этом очень ответственная. В модных коллекциях, помимо традиционных нарядных платьев, есть масса других предложений от дизайнеров. Стилист Мария Занько рекомендует предметы универсальные, которые в зависимости от сочетаний меняют градус торжественности – от сдержанного до очень нарядного. Я бы порекомендовала сконцентрироваться на какой-то одной детали, на каком-то одном элементе гардероба. Например, это будет юбка с какой-то металлизированной основой. И уже эту вещь легко будет адаптировать и в повседневный образ, либо это праздничная или глянцевая фактура, чтобы у нас это все соединилось и уже получился коктейльный образ. В праздник актуальная идея о том, чтобы добавить капельку блеска, это никогда не помешает. Это может быть за счет самой ткани, которая с таким лаконичным и деликатным блеском. Либо мы можем взять самое обычное лаконичное, простое по крою и по фактуре ткани платье и уже включить какие-то аксессуары. Праздничное настроение можно также создавать с помощью вечерней прически, макияжа и украшений. Еще такой энергетикой обладает любая новая вещь, при условии, конечно, что она сидит идеально, стройнит и подчеркивает достоинства. Всегда нужно следить за тем, чтобы сохранялась вертикаль, которая достигается за счет или длины юбки, правильной, или же за счет длины блузы или того же самого кардигана, которая позволяет нам держать вот эту вертикаль и делать образ более и собранным, и гармоничным в соответствии с этими пропорциями. Нужно все примерить в примерочной, сфотографировать это и посмотреть, прямо полистать, насколько, вот в каком образе вы гармонично смотритесь. Учитывать то, что крупное на фоне мелкого может смотреться еще более большим. Как правило, в преддверии Нового года одной вечеринкой дело не ограничивается. Корпоратив, детский утренник, посиделки в кафе с подругами и, собственно, встреча Нового года. Все это разные форматы, каждый из которых требует своего праздничного образа. Европейская мода для реальных женщин. Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекции. Размерный ряд с 44 до 60. Сеть салонов «Априори». Одеваем женщин уже 15 лет. Проспект Ленина, 71. Труда 166. ТРК «Горки», второй этаж. Камзол. Первый в Челябинске комиссионный магазин брендовых ювелирных украшений. Предметов роскоши, антиквариата и аксессуаров. Прием на комиссию и продажа. Запись на индивидуальный визит. 223-43-63. Косметичка. Косметика, парфюмерия, бытовая химия. Скидки до 50% на большой ассортимент товаров. Сеть магазинов «Косметичка». Собираясь на новогоднюю вечеринку, любая девушка задумается не только о праздничном наряде, но и о вечернем макияже. Некоторые тенденции этого сезона в нашем репортаже. Новогодняя ночь нередко становится тем самым поводом попробовать макияж, который вы никогда не позволите себе в будни. Сегодня мы поговорим о том, каким должен быть образ для встречи 2019-го. Прежде чем наносить тональную основу, я рекомендую использовать праймер, который подходит вашему типу кожи. Праймер сцепляет тональную основу с кожей и позволяет ей дольше держаться и всему макияжу. Лучше использовать какой-то инструмент для нанесения тональной основы. Либо кисть, либо спонж. Выбор будет зависеть от вашей тональной основы и от вашего типа кожи. Вторым этапом мы будем использовать консилер. Консилер – это более плотное тональное средство, более насыщенное пигментами. Оно необходимо для перекрытия каких-то несовершенств. Большое количество всяких средств для макияжа бровей, и карандаши, и тени, и туши, все что угодно. Сегодня я буду использовать карандаш. Новогодний макияж глаз я хочу сделать ярким, но в то же время не темным. Поэтому в качестве основы я буду использовать кремовую текстуру теней, которая имеет яркую насыщенность. Сверху кремовых теней, для того, чтобы получить прям яркую плотную насыщенность, я пальчиком выкладываю золотые сияющие тени. Прежде чем наносить контур, я зафиксирую тональную основу, консилер, все кремовые текстуры на лице с помощью фиксирующей транспарантной пудры. Сейчас более актуально легкое такое контурирование, мягкое, перетекающее из контура в румяна, румяна, перетекающие в хайлайнтер. Если в прошлом и позапрошлом году на пике популярности были матовые текстуры помад, то сейчас в моду вернулся глянец. Но сегодня я хочу все же использовать матовую текстуру. И для того, чтобы это все еще дополнительно между собой все слои скрепить, припечатать, я использовала именно вот этот спрей для фиксации макияжа. Корпоративы, рождественские каникулы, детские утренники и, конечно же, самая главная ночь года. Дожидаются своего часа праздничные платья, туфли, украшения. А вот идеи вечернего мейкапа продумываются, как правило, в последний момент. Хозяйкой наступающего 2019 года у нас будет желтая или земляная свинья. И поэтому уже понятно, на каких цветах можно сделать акцент. Потому что свинья всем известная любит роскошь, золото, блеск какой-то. И в данном случае как раз Новый год это тот праздник, когда пайетки, кристаллы, глиттеры, стразы какие-то, они будут уместны. Они не будут смотреться вычурно или что вы не будете чувствовать себя не в своей тарелке. Ну а если вы еще не придумали, что дарить своим родным и близким, то у нас есть несколько полезных идей. Я думаю, что любая подруга обрадуется какой-то красивой палетке для глаз, какой-то хорошей, интересной помаде. У вас еще есть время, вы можете понаблюдать или вспомнить, что стоит на полочках, ванночках ваших близких людей, чем они пользуются, возможно, как-то дополнить их линейку продуктов. Это Бьюти Тайм, программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Красиво, да? Угу, хорошая лошадка. Это не лошадка, это мамонт какой-то. Тема новогодних подарков, которая в этот период времени волнует многих, нас сегодня привела в удивительное место. Это комиссионный магазин брендовых ювелирных украшений, предметов роскоши и антиквариата. Материальную, эмоциональную, этическую, а также техническую стороны приобретения актуального подарка мы обсуждаем с управляющей Камзола Натальей Давыдовой. Вышлист – это очень здорово, где ты прописываешь то, что ты желаешь, что тебе необходимо. В сегодняшний день это практикуется, но не настолько распространенно. А вообще, я считаю, это необходимо прям культивировать. Это очень важно. Во-первых, это позволит получить по-настоящему желанный подарок, а во-вторых, избавит вас от чего-то ненужного, что не приносит радость и к тому же занимает место. Вишлист в нашем случае – это понятие условное. Под этим подразумевается возможность озвучивать свои желания, какими бы дорогостоящими они не были. Можно же подарить копилку, скажем так, с первым взносом. Это будет и весело, и креативно, и необычно, и при этом практично. Из сферы дружеской и корпоративной переходим в личную. Здесь также проявляется идея конкретных пожеланий, без каких-либо, пусть даже прозрачных намеков. В свое время я сделала опрос среди своих друзей-мужчин. Что надо сделать женщине, чтобы тебе дарили подарки? Мне абсолютно все мужчины отвечали одинаково. Нам необходимо говорить прямо и четко, что я хочу. Учитесь это делать, учитесь озвучивать свои желания. Это очень важно. Если такой подход к подаркам может показаться слишком рациональным, следует добавить моменту эмоций. Самый простой способ – своей рукой подписать открытку. При получении подарка в последующем мы помним свои эмоции, которые связаны с тем, как ты это получил. Написание открытки – это самая лучшая самопрезентация. Она остается. Коробка раскрыта, подарок достали, а открытка она осталась. Ты можешь посмотреть и улыбнуться, прочитав ее в любой момент. В пятерку самых популярных, самых желанных подарков на Новый год по-прежнему входят ювелирные украшения. В наши дни это явление очень широкое. Ювелирный рынок на сегодняшний день он такой широкий. Есть масс-маркет ювелирных украшений, есть просто бижутерия брендовая, дорогая, но также существует и классика, существует другое направление. Это украшения знаменитых ювелирных домов, а также высоких ювелирных характеристик. Такие ювелирные украшения, они представляют собой непосредственно высокую ценность. Их можно передавать по наследству. Это может быть каким-то семейным символом. Если по каким-либо причинам вы примете решение продать данные изделия, даже через год, они не потеряют стоимости, в отличие, предположим, от трендовых каких-то изделий. И еще одна идея, хоть и не относящаяся к подаркам, но непосредственно связанная с новогодними торжествами – прокат драгоценностей на мероприятия. Это уже давно практикуют голливудские звезды, так почему бы не последовать их примеру? Скажи, как ювелир мог дать его на прокат? Он весьма доверяет мне. А вообще, сколько это стоит? Четверть миллиона. Четверть миллиона? Вы смотрите Beauty Time. Несколько идей для обновления сезонного гардероба в продолжении выпуска. В этом сезоне в моде костюмы. И, скорее всего, эта тенденция будет продолжаться. Ведь по вкусу они пришлись и тем, кто не скован рамками дресс-кода. Их полюбили за то, что в них можно выглядеть элегантно и не думать о составлении комплекта. Синий костюм – классику делового стиля – сегодня можно носить и за пределами офиса. Это же касается и ярких моделей в духе девяностых. Идеи минимализма представлены сетами из темно-синего топа и классических брюк. Также будет не лишним напомнить о том, что сам костюм можно носить по частям, сочетая жакет с юбкой, а нижнюю часть – с джемпером или блузой. Камзол – первый в Челябинске комиссионный магазин брендовых ювелирных украшений, предметов роскоши, антиквариата и аксессуаров. Прием на комиссию и продажа. Запись на индивидуальный визит 223-4363. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина, персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска на Кирово 159. Это «Бьюти Тайм». Красивые подробности красивых событий в формате «Ноу Коммент» в завершении выпуска. И вот он, долгожданный, любимый, новый «Ауди-Ку-8». Она стильная, надежная, комфортная, спортивная, элегантная, инновационная. Все лучшие черты женщины, ух, эти глаза, ух, эти фары «Матриэкс». И всю ту мощь, спортивность, харизму, характер мужчины – все в этой машине. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все сюжеты Beauty Time, новости и анонсы событий на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу BeautyTime, нижнее подчеркивание ТВ. А на этом выпуск завершен. До встречи. Команда BeautyTimeTV благодарит партнеров проекта «Модный дом. Я», студию макияжа «Френды» и мидж-студию Елены Ивановой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok